В Магнитогорске выбрали лучший школьный двор. В этом году на это звание претендовало 53 образовательных учреждения. Но абсолютным победителем конкурса вновь стала 63-я школа. Несмотря на жесткую конкуренцию, этот титул она удерживает уже третий год подряд. В чем секрет успеха, выясняла наша съемочная группа. Первым большой интерес к школьному двору 63-й школы проявил Сергей Берников. Проверяя готовность учреждения к началу учебного года, Глава города выяснил, что и скамейки, и декоративная телега, стоящие во дворе, сделаны руками ребят на уроках труда. Мы сами сделали это тоже один из школьных проектов. Учебного технологии, когда мы пошли восстанавливать. Типа на трудах? Это не типа на трудах сделали. Это тоже старые оконные блоки. А эти ласки они тоже сами? Да, они сами. На трудах делают, они тоже на трудах делают. Да, да. Оценив изобретательность в подборе материала, особо Сергей Николаевич отметил те практические навыки, которые прививаются школьникам. Что, как выяснилось, и стало основой проекта по благоустройству школьного двора. Это проект, который был осуществлен вместе с учителем технологии, учителем изо, учителем биологии, где дети начинают выращивать рассаду с декабря месяца, планируют, как они будут рассаживать кусты. И уже настолько нас это захватило, что сначала была это только центральная клумба, а сейчас это территория, которая уже даже и выходит на задний двор. Нашлось место на школьном дворе и урокам истории. Вот воссозданный фрагмент станицы магнитной. А так выглядит сельская жизнь уральских крестьян. И все это также сделано руками школьников, которые принимают активное участие не только в создании, но и в поддержании этой красоты. Мы выходим, начиная с субботника, с облагораживания, потому что это очень большая кропотливая работа. Также у нас есть такое понятие, пятая трудовая четверть. Когда дети в течение недели у нас приходят, это никто, никому руки не выламывают. Они кто полит, кто поливает, кто обрезкой занимается деревья, все это у нас вот так вот и происходит. Стоит сказать, что этим летом фронт работ был значительно расширен. Ведь в этом году была заложена аллея выпускников, где появились первые каштаны. Также еще 50 видами новых сортов пополнился розарий. Так что цветов и зелени во дворе стало в разы больше, что высоко оценили, кстати, и члены конкурсной комиссии. Очень приятно, когда на территории школы все ухожено, подрезано, выращено, причем руками детей выращены, и выполнены какие-то проекты. Конечно же, это позволяет, усматривает воспитывающий момент, воспитательный момент, потому что дети, которые что-то делают своими руками, они более трепетно относятся ко всему этому. Сохранность у них хорошая. И другим, наверное, запрещают ломать и портить это имущество и насаждение. Высокую сохранность всего сделанного на школьном дворе отметила глава города, благодаря поддержке которого победители и призеры получили в этом году ценные призы. 63-я школа, в частности, за свои успехи была награждена уличным тренажером, который, уверены здесь, положит начало организации на школьном дворе еще и небольшого спортивного кластера. Я, конечно, хотела поблагодарить главу города Магнитогорска Сергея Николаевича за то, что он оценивает этот труд, эту огромную работу, что мы получаем реальные призы, которые помогают нам и проводить здоровье и сбережение детей, и облагораживать наши территории. И надеемся, что эта традиция будет им поддерживаться. Татьяна Артеменко, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВН.